ну что ж все проголодались и мы стали искать место где мы могли бы пообедать здравствуйте мои прекрасные зрители сегодня я расскажу вам о том как мы в первый раз за долгий-долгий период наверное этот период равняется трем либо даже четырем месяцам первый раз мы выбрались с детьми всей семьей пообедать сразу могу сказать что в том городе где мы гуляли это аркуа петра арка куда я ездила специально на съемку и потом поскольку город не очень понравился я пригласила туда на прогулку всю свою семью мы не смогли сесть ни в одно заведение потому что нас пять человек и сейчас силу того что между столиками должна быть должно быть определенное расстояние в силу того что в помещении должно быть не более определенного количества людей это все устанавливается специально установленными нормами мы в пятером не везде можем зайти и сесть и вот если бы нас было двое ну максимум трое мы бы столик нашли а поскольку нас пять человек кто нас нигде не смогли посадить нам ничего не оставалось как а сесть машину и поехать место которое мы очень хорошо знаем в котором нас очень хорошо знают и в котором нас посадили опять же только потому что нас там и наверное опять же сочувствие к тому что мы семья с тремя детьми двое из которых достаточно малы нам предоставили возможность сесть и это была большая удача потому что все рестораны переполнены сегодня расскажу вам не столько о том как мы съездили в ресторан в общем то что съездили заказали поели сколько о том что я увидела во первых я уже не первый раз замечаю но возможно в первый раз озвучиваю что у итальянцев стало определенное стали точнее определенными отношения с алкогольными напитками это безусловно легкий алкоголь это какой-нибудь аперитив это возможно но я все чаще и чаще на улице и не удивляйтесь потому что в италии принято пить аперитив не садясь за столик поэтому ты в общем-то пять минут 10 провел за аперитивом с другом с подругой в компании и пошел дальше по своим делам в италии кстати допустима норма определенная алкоголя ты можешь сесть за руль эта норма рассчитывается исходя из того как бы только мужчина или женщина исходя из твоего веса если я не ошибаюсь поскольку я никогда не с вами сесть за руль минимальным количеством алкоголя я никогда не интересовалась как же она определяется в любом случае в большинстве барах есть как раз таки таблица которая указывает на то количество минимально выпитого алкоголя допустим пол бокала красного вина или бокал пива к примеру и соответственно я заметила что все больше и больше итальянцев на улице тех городах куда я езжу где я снимаю они что называется такие раскрасневшиеся все хорошо хорошее настроение это очень заметно в Венеции это очень заметно в падаю я это очень хорошо заметила сегодня безусловно речь не идет о том что кто-то дебоширит и поведет себя неподобающим образом как мы могли бы сказать но например сегодня рядом с нами за столиком сидело три девушки когда они собрались уходить мой муж тоже оделся и вышел чтобы посмотреть в какую машину они пойдут чтобы если они пойдут в машину припаркованную рядом с нашей машине чтобы он мог сесть и отъехать потому что ну они были в очень хорошем состоянии нужно дать должное этим девушкам потому что они по вселенной вести пришли пешком и пешком они же возвращаются по поводу пешком пеших прогулок сегодня я заметила огромное количество гуляющих на самом деле я помню это ощущение на самом деле это случилось в последний день перед тем как закончился локдаун мы поехали вправе с детьми и я даже не снимала в тот день потому что был такой трафик из велосипеда велосипедов велосипедистов выходить еще было нельзя мы еще были в локдауне но это был последний вечер что я даже подумала что это некорректно снимать подобные ситуации соответственно я не снимала и вот так же сейчас огромное количество людей вот у нас первое солнце сегодня первый солнечный сухой достаточно прохладный день и огромное количество гуляющих передвигающихся на велосипедах но меньше потому что достаточно холодно еще людей это очень очень приятно но еще одна вещь которую я заметила она мне бросилась в глаза это вообще свойственно итальянскому характеру их отношению к жизни нам разрешили ходить в рестораны и такое ощущение что все ринулись в рестораны те кто могут позволить себе выпить аперитив и съесть бутерброд пошли в те места где можно это сделать те кто решил потратиться на обед пошли соответственно рестораны все переполнено мест посадочных нет я была венеции несколько раз на этой неделе я тоже рассказывала что в венеции большинство баров и кофеин закрыты до сих пор по всей видимости не рентабельно их открывать а вот то что касается точек общепита то есть там где ты можешь перекусить пообедать то есть это как раз таки уже категория ресторанов очень и очень много мест действительно открылось и по всей видимости на эти места есть спрос хотя конечно же открылись далеко не все ну что ж мои прекрасные зрители вот так сегодня мы сходили первый раз за много-много месяцев ресторан получили огромное удовольствие могу сказать что слухи ходят посмотрим как она будет что это некое послабление который на карнавальная неделя на карнавальных каникулах будут неделю а потом нас ждет еще одна как минимум оранжевая зона точнее период в оранжевой зоне посмотрим как все это будет происходить но по крайней мере такие слухи они озвучиваются такие разговоры я встречаю желаю всем хорошего воскресного настроения я не знаю сейчас россии масленица я всегда говорю что масленица очень похоже на карнавал а карнавал очень похож на масленицу по своей сути желаю всем хорошего настроения желаю всем радоваться жизни радоваться моменту наслаждаться моментом конечно же как помните видео про сенека была очень хорошая цитата часто обиды и ошибки прошлого а также боязнь быть обиженным и боязнь ошибиться в будущем мешают нам быть счастливыми здесь и сейчас на этом с вами прощаюсь это была яна скворцова всем пока пока а Субтитры делал DimaTorzok Слушай, как холодно, да? Ветер поднялся